В мае 1945 года Ивановец Борис Иванович Пророков спустился в бункер имперской канцелярии и сел в кресло Гитлера. Он вынул именной бланк с фирменным штампом и нарисовал свой последний шарш на фюрера. Великая битва закончилась, но не закончилась битва медийная, которая разгоралась теперь между бывшими союзниками. Пикассо говорил, живопись делается не для украшения жилищ, а на инструмент войны для атаки и победы над врагом. Это высказывание в полной мере применимо к жизни и творчеству Пророкова, которому приходилось вести борьбу не только на идеологическом фронте, но и на медицинском. В результате полученных на войне контузий художник творил превозмогая адскую боль, порой не более двух часов в день, а порой всего 15 минут. Те дни, когда ему не удавалось сделать ничего в творческом плане, он называл мертвыми. Маленький Боря был свидетелем многих событий до и постреволюционного Иваново-Вознесенское. Его дневник наполнен огромным количеством интересных деталей и подробностей, которые связаны с бытом города и со всем, что с ним связано. Отца Ивана Мефодьевича выгнал сначала фабрикант Брейер с фабрики, а затем уже другой фабрикант Фокин с квартиры. В результате он устроился химиком на фабрику Щапова, и они переехали на Никольскую улицу. Отец рассказывал про события 1905 года. Рабочие собрались на городской площади, но полицмейстер сказал, что губернатор запретил стоять здесь. Тогда большевик Евлампий Дунаев сказал, что раз нельзя стоять, то все сядем. И сели. Но такой троллинг власти не прошел. Появились казаки. Было принято решение переместиться на толку. Когда уходили, каждый захватил по булыжнику. И площадь осталась, как описывает ее пророков, как будто побитая оспой. Именно поэтому он говорил, что оружие булыжник пролетариата – это произведение искусства гораздо ближе на самом деле ивановцам, чем жителям Петербурга или Москвы. Вот еще характерное наблюдение. В соседнем дворе молодой офицерик с серебряным хлыстиком, как он пишет в своих воспоминаниях, обучает солдат-муштре. Рядом с крыльца на него смотрят молодые девки. Офицер стегнет солдата по щеке, оборачивается на девок. Те улыбаются. И офицер доволен. Стегнет еще раз, оборачивается и опять улыбается. И так продолжается несколько раз. Помнил Борий расстрел мирной демонстрации в 1915 году. «Ты ребенок и должен играть в солдатиков», – записал он у себя в дневнике. «А за окном настоящие солдаты расстреливают мирных жителей». После этого маленький пророков постоянно наблюдал у себя за окном хмурого, расстроенного чем-то городового. Желая помочь ему, он решил обменять свою деревянную раскрашенную саблю, была у него такая, все хвалили на его настоящую. Когда он подошел к служителю порядка с этим предложением, тот ему ответил «Да пошел ты!» «Был в Иваново свой Гришка Распутин», – пишет он, – «возле Воздвиженской церкви. Она стояла раньше на площади революции. Шел босой, без шапки, в какой-то рванине на груде кресты и иконки. Но царица не вызвала этого Гришку в Петроград, и он довольствовался мороженными яблоками и солеными огурцами, которыми его одаривали бездарные лобазники». Революция в Иваново пришла вместе с бабкой Авдотьей Федоровной, которая прибежала с кошелками, она стояла в очереди, и закричала «Царята прогнали!». Отец долго смеялся, потому что вспоминал, когда ему было 6 лет, она точно так же прибежала и воскликнула «Батюшки, царята убили!». Довольно интересное наблюдение пророков оставил и о событиях непосредственно 1917 года. Например, о том, что полицейских и жандармов подвешивали в ящиках и в бочках к столбам. Мимошедшие рабочие кидались в них снежками. А на улице Молочная горка, ныне Палехская, работали буржуи с метлами и лопатами. Один дородный господин в богатой дахе говорил мадам, которая стояла рядом, засунув руки в муфту и отдыхая, «Мадам, вы саботируете!». Потом все буржуи бежали за границу, убежал и последний хозяин отца пророкова Маракушев. Он из Парижа прислал телеграмму. «Все забирайте, все разрушайте, все грабьте, оставьте только конюшни, чтобы было где вас пороть, когда мы вернемся». Драки и сражения у подростков Иванова-Вознесенска были не на шутку. Дрались кирпичами и булыжниками, так описывал пророков в своем дневнике «Бой мальчишеский». А классовый враг, как он опять-таки писал, жил не только в сознании, он жил прямо на твоей улице. Талантливый парень перебрался из Иванова-Вознесенска в Москву. Он выиграл конкурс на лучшую карикатуру и устроился работать в «Комсомольскую правду». Иногда от безденежья спал на столе прямо в редакции. Это было неудивительно, так тогда поступали многие. Он прошел службу в саперном батальоне, но служить в нем ему не довелось. Страна доверила ему закладывать другие мины. Мины, которые были направлены для того, чтобы взрывать пропагандистский фронт. Борис Пророков, не желая отсиживаться в тылу, сам попросился на Балтику, на полуостров Ханку, где находилась наша военно-морская база. Это место является знаковым. В эпоху Петра Первого оно называлось по-шведски «Гангут». Именно здесь русский флот одержал свою первую победу в истории нашей страны. К базе плыли на транспортном эстонском судне «Хильда». Как вспоминал Пророков, было чудесное июльское утро. Фотокорреспонденты оголили животы и загорали. Судно везло не только людей, но и продовольствие, снаряжение и даже скот. Моряки пытались подоить коров. Измучили и коров из себя. Тогда на помощь пришла пехота. Ведра наполнились парным молоком, которым угостили всех тех, кто находился на борту. Но это идеалистическое начало сменилось кромешным адом. Что бы сказал художник Пророков, который рисовал карикатуры на Маннергейма, а его коллега поэт Дудин придумывал под ним убойные стишки, узнав, что в городе герой Ленинграде не пройдет и века, как на стене дома на Захарьевской улице повесит мемориальную доску этому самому Маннергейму. Как отреагировали бы защитники полуострова Ханка, которых немцы топили в море и на суше в собственной крови? Ведь самым известным агит-листком Бориса Пророкова и Михаила Дудина был наш ответ Маннергейму на манер письма запорожцев. Ответ этот последовал на предложение о сдаче полуострова, поступившем от финского военачальника. Его высочеству, прихвостню хвоста ее светлости, кобылы императора Николая, сиятельному палачу финского народа, светлейшей обершлюхи берлинского двора, кавалеру бриллиантового, железного и соснового креста, барону фон Маннергейму. Тебе шлем мы ответное слово. Я не буду зачитывать весь текст, по вступлению вы можете оценить всю степень едкого сарказма. Листовка, напечатанная затем в комсомолке, стала настоящим хитом у красноармейцев и вызвала поносную бурю негодования у врага. Как он о ней узнавал? Пропаганда работала и на ту сторону. Была налажена своя типография, а точнее линография. Оттиски делались вот с таких вот клише, которые, соответственно, изготовлялись на линулиуме. Его сдирали в домах, разрушенных вражеской артиллерией. Приходилось идти на хитрости, потому что нужно же было печатать листовки на иностранном языке, а латинского шрифта не было. Брали, например, цифру 8, обрезали, и получали в итоге букву С. А, скажем, например, из буквы Б, если ее правильно обрезать, получалась латинская буква Л. Во время отступления прямо у линии фронта заметили одинокую лошадь, которая бегала туда-сюда. Ее обклеили цветными листовками, которые высмеивали Гитлера. Подтолкнули, и она понеслась прямо во вражеский лагерь. Ну, а эвакуироваться пришлось на корабле, который носил имя Иосифа Сталина. К сожалению, он скочил на мину. Спастись удалось далеко не всем. Пророков так вспоминал тот жуткий момент. «Я смотрел на море и думал, если я не останусь навсегда в этих волнах, то не забыть бы рассказать потом нашим маринистам, что настоящее море совсем не похоже на то, которое написано Айвазовским». Боец пропагандистского фронта оказался в осажденном Ленинграде и видел все то, что видела моя бабушка и все то, что видел мой дед. «Ненависть к врагу поглотила все, и от голодных с восковыми тонкими шеями ленинградцев не услышишь ропота. Молча они работают, пока держат ноги, а не держат, умирают от истощения, как умирают от вражеских пуль». «Пророков в блокадном Ленинграде» это еще одна параллель между Петербургом и Ивановым. Как вы заметили, я постоянно стараюсь находить их в своих выпусках. А что такое меч сатирой и как он может быть полезен в деле войны, показывает следующий эпизод. «Пророков» нарисовал карикатуру на румынского диктатора Антонеску. Ее прилепили к большому листу фанеры. К ней, в свою очередь, прикрепили деревянные клинья. И ночью наши разбитчики воткнули этот транспарант прямо, можно сказать, перед лицом врага. Тот сначала пытался ее расстрелять, затем прекратил. Почему, я расскажу далее. А затем они начали подползать в попытках убрать эту карикатуру. Ну и тут в дело вступили наши снайперы. Как и рассказывали потом пленные, стрелять по самому Антонеску им запретили. Почему и пришлось предпринять попытку убрать ненавистный щит вручную. Подобный же фокус на Малой Земле проделывали из карикатуры на Гитлера, которую вывешивали под носом у немцев. Как только те подползали, чтобы убрать ее, десантники 255-й бригады открывали огонь. Так было уничтожено 14 фрицев. Карикатуры заставляли прекращать бой румын. Некоторых из них вместе с ними отправляли обратно за линию фронта. И вот что пишет пророков у себя в дневнике 1 октября 1942 года. Румыны пришли в расположение нашей части и принесли наших раненых бойцов. Вчера два румына приехали с павловской боеприпасов. Художник закончил войну в Берлине. Он уже был контуженный, но боли сначала не давали о себе знать. Они проявились гораздо позже, спустя несколько лет. 1 сентября 1964 года пророков записал у себя в дневнике «Валяюсь в ногах у судьбы и молю сил, сил, сил». Или вот «Я в положении подбитого солдата, вижу врага, но метнуть гранату дальше своих ног сил нет. Поймет ли кто-нибудь глубину моих страданий». А враг был совсем новый теперь. Бывшие союзники. На обложке вот этой книги 1963 года за авторством Герценберга изображен один из самых известных рисунков пророкова «Танки Трумана на дно». Он разошелся по всему миру. Его даже несли во время мирных демонстраций в Италии, Албании и Японии. На чудовищную клевету американской пропаганды против лагеря социализма и мира мы должны наступать своей пропагандой, правдой о наших советских людях и правдой о них, поджигателях войны. Редакция радиостанции «Юность» попросила его касаться мирных, прозрачных тем. Ответ карикатуриста не заставил себя ждать. Когда бомбят Вьетнам, когда янки топчут другие страны, заниматься прозрачными темами может только человек с прозрачной душой и прозрачными мозгами. Художник бичевал пороки, которые находил и внутри страны. Он вообще считал, что художников нужно воспитывать в партийных школах, а силой для творчества следует искать в непримиримой ненависти к миру чистогана и порабощения, и в непоколебимой любви к нашей революции. Видит Бог, я бился до последнего патрона, записал художник у себя в дневнике в 1965 году. И теперь хочу сказать, да здравствует трижды жизнь после меня. Пророков умер в 1972 году. Страна почтила его заслуги, он был народным художником, лауреатом Ленинской премии, двух сталинских премий третьей степени. Дом, где он работал, ныне превращен в музей. Здесь богатая экспозиция его работ. Представлен весь спектр творчества Бориса Ивановича. И вы легко можете его посетить, если окажетесь в городе Иваново. В конце я хочу рассказать историю из его дневника, которая меня поразила, и которая доказывает, что жизнь, она формирует сюжеты, и такие сюжеты вы не встретите ни в одном кинофильме. Дело в том, что Борис Пророков расстался с православной верой довольно рано. Бабка его, Авдотья, все время доставала его молитвами, заставляла их учить. Все время говорилось, что за каждым человеком ходит ангел-хранитель. И как-то раз маленький Боря спросил отца, а вот когда идешь в нужник, ангел-хранитель остается на улице или как? Отец рассмеялся, назвал его дурнем, но, собственно, на этом религиозный путь Пророкова закончился. И вот уже в 1942 году ему пришлось спасаться в горящей хате от вражеского танка. Там, в самом углу, он обнаружил икону с изображением Николая Чудотворца. Опытный глаз мастера кисти определил, что, возможно, это даже 17 век. Он решил ее спасти. Использовал затем как планшет, на котором делал свои рисунки. Это было крайне удобно, когда садишься на какую-нибудь кочку, и вот тебе, пожалуйста, готовый столик. Потом он резал на ней линолеум, ну и вообще использовал по назначению. И вот как-то раз во время одного из переходов рядом разорвался снаряд. Осколком от этого снаряда Пророкова бы просто убило. Он нес на себе вещмешок. В этом вещмешке лежали рисунки, папка с бумагой, также тот самый линолеум и иконы. Снаряд пробил все, но застрял в деревянной перепонке на задней стороне этой иконы. Вот так святой Николай Чудотворец спас жизнь художнику. А мы по традиции благодарим строительный холдинг КСК за предоставленную возможность рассказать вам об этом удивительном человеке. Приезжайте в город Иваново, приходите вот сюда, в этот музей. Подписывайтесь на наш официальный аккаунт в Инстаграме. Ссылку на которую вы можете обнаружить в описании под этим выпуском. Оставляйте комментарии. А с вами был проект Иваново с перцем. Увидимся с вами онлайн и офлайн. Пока!